Перевороты, да, два, на те, что мы делали до этого, они все похожи, да? То есть, что вы делаете? Просто вы не уходите под ногу к нему, да? Вы выходите также в андерфук, также остаетесь, ну, оставляете трюк. Не надо мне без этого сейчас. Вот. Здесь работа ногами, да? То есть, я сейчас забрал андерфук и начинаю работать ногами. Таким образом, вот как я говорил, да, чтобы я свернул его ногу так, чтобы ему не было в мою сторону идти неестественно, да? То есть, меняю ноги и плотнее, контролирую ногу, себе как угольную подтягиваю, пойди на меня сейчас. Ему неохота на меня идти, потому что я его ногу туда вот выкручиваю, да? Охота? Вот. Соответственно, мне это дает возможность уже теперь встать на четвереньки. Дальше могу, да? И, похоже, ситуация, да, вот, ну, мы с вами рассматривали, когда, допустим, из сайта, ну, в любой, любая, любая ситуация, из которой я в сайт попадаю в черепаху, под человеком, как бы, находясь, да? Мы это миллион раз рассматривали. То есть, я могу, как бы, из этой черепахи, по сути, выморную, да, застанную ему, могу остаться под ним, и как мы и делали обычно, идем на него, прихватываем колено, и в такое положение мы его опрокидываем. Ну, и здесь уже, а, ну, если вы хотите, да, я бы сделал вот так. То есть, он сейчас лежит на боку, я пойду застану. То есть, ты выбирая, в какую сторону идти, я выберу застану идти. Просто отцепляем вот этот трюк здесь. Видите, я сейчас это одеяло выкрываю. И, в принципе, я могу, ну, пойти туда и туда, но я пойду застану. Потому что, ну, это больше возможности не дает. Просто начинаем. Уп, уп. И если вы хотите продолжить эту ситуацию, то колено голем под лопатку, перешагнули, и вытянули его застану к себе, да? Это первый вариант. И второй вариант похожий. Ну, то есть, такое же развитие. То есть, если человек не идет туда, то есть, мы начинаем с хапгарда, не шилд. Можете не шилд располагать не вот так, как бы, да? Ну, не на стопа в стопу, а вот именно, когда лежите на боку, и ноги как будто бы вот на ширине плеч, да? То есть, но, честно говоря, ну, всегда должна быть позиция динамичная в динамике. Потому что в статике он, естественно, вас продавит здесь, скорее всего, да? То есть, вашей сил не хватит, чтобы удерживать такое положение. То есть, здесь все, ну, в динамике постоянно, да? Вот. Соответственно, уходите в андерфук. И здесь вы начинаете менять ноги, да? Но партнер, не проваливаясь, он просто начинает меня опрокидывать на стену, да? То есть, дарит, дарит. Я не успеваю, ну, массой давить меня, укладывать на стену обратно, да? Вернись. Соответственно, я здесь этот момент использую. То есть, я так же раскрываю ногу, все та же самая работа ногами. Он меня начинает укладывать. Я ухожу, я под него, то есть, я пользуюсь этим движением. Ухожу, и вот так же по эту ногу захожу, и здесь ухожу, ухожу на него. Вот. А это делается так же на любой стадии. То есть, допустим, мы пошли сюда. Раз, да, я там развернул его. Вышел вот сюда, и он здесь меня начинает укладывать. Значит, соответственно, отсюда. То есть, вы можете выйти в черепаху полностью, грубо говоря. И если у вас начинается вот эта толкотня там, черепахи, то есть, кто кого-то перетолкает, да? То вы можете всегда вернуться обратно. Под него, да? Понятно. В общем, передвижение вы запомнили? Продолжение следует...